Байкал Всем привет! Это начало нашего нового путешествия И в этот раз мы покоряем Байкал Мы увидим чистейший лед самого крупного озера в России Залезем на пару скал Прокатимся на квадроциклах по Байкалу Увидим ледяные гроты Съездим на остров Ольхон И многое другое В общем, это точно будет интересно Думаю, для вступления это достаточно интригующе Так что без лишних слов, погнали! И я хотел начать видос еще в Иркутске Но аэропорт мне показался довольно грустным Поэтому я решил начать уже на Байкале Из места под названием Сахюрта Небольшое село, находящееся на берегу пролива Ольхонские ворота Со стороны материка Летом здесь работает паромная переправа до острова Ольхон Зимой здесь также можно найти транспорт для перемещения по озеру В основном люди используют буханки и хивусы Небольшие катера на воздушной подушке Дорога от Иркутска до Сахюрты заняла около 3,5 часов И была довольно утомительной Потому что сразу после перелета Но зато сейчас мы уже на берегу Байкала Разместились на ночевку Сегодня остаемся в такой небольшой гостинице На берегу И сейчас решили выйти и добраться до небольшой горы Напротив нашей гостиницы на другом берегу И сейчас мы как раз переходим в Байкал Одна из основных активностей, которые будут интересны туристу зимой на Байкале Это конечно катание на коньках Даже если вы не фанат, то попробовать обязательно стоит Мы не брали с собой коньки, но их всегда можно найти на прокат практически везде, где останавливаются туристы Насчет льда тоже можно не беспокоиться, всегда можно найти чистые участки Пока я надевал коньки и катался, я обратил внимание на периодический треск льда Это нормальная ситуация здесь, но поначалу воспринимаешь довольно остро Особенно когда осознаешь какая толщина льда под тобой и какая сила нужна, чтобы сломать его Еще больше воображения разыгрывается, если лечь на лед и послушать Но со временем привыкаешь Хотя я все равно обращал внимание в течение всей поездки Это музахизм с коньками, это было забавно, но надо понимать, что лед здесь не плоский Надо кататься не особо было Особенно тем, кто и на нормальном роду это делает лед А еще из-за того, что мы потратили часть времени на катание Солнце село и мы уже не успеваем посмотреть закататься на горы На котором мы шли, но благо я успел снять его по-другому На гору мы все-таки хотим залезть И поэтому сейчас я иду к ней Субтитры сделал DimaTorzok Знаете, днем я подумал, что домики здесь какие-то достаточно печальные Особенно тот, в котором мы живем Но сейчас темнеет Зажигаются огни, фонари И как-то понимаешь, что есть в этом какой-то собственный уют Тут тихо, мало людей, симпатичные виды Мне очень нравятся такие пастельные цвета на закате Ну, точнее, уже после заката Субтитры сделал DimaTorzok Еще один солнечный день на Байкале Сегодня у нас новая активность Сегодня мы едем на квадроциклах Сейчас где-то полдесятого Мы собираемся и через полчасика мы выдвинемся в сторону квадриков Где-то несколько часов покатаемся И вечером мы должны переехать в Кужир Думаю, это все будет довольно интересно, весело И у меня получится сделать побольше хороших шотов Ну, посмотрим Вторая активность, популярная у туристов на зимнем Байкале Это катание на квадроциклах На самом деле, очень интересное занятие Так что попробовать точно рекомендую У меня нет опыта с квадроциклами, так что это будет первый выезд И сразу зимой И с пассажиром за спиной Какое-то время надо, чтобы привыкнуть Но потом уже спокойно давишь на газ И начинаешь получать удовольствие от катания Главное, чтобы была подходящая одежда Здесь немного стоит сказать про одежду для зимнего Байкала Это касается не только катания на квадроциклах В зависимости от того, насколько вы будете одеты Зависит комфорт вашей поездки И если летом иногда можно пренебречь какими-то элементами в ущерб комфорту То зимой лучше экипироваться по максимуму Для теплоты лучше одеваться слоями Нижним слоем у меня было термобелье И верх, и низ Потом флисовая кофта И сверху зимний костюм из комбинезона и непродуваемой куртки Мы ни разу не замерзли за весь поход Так что считаю, что оделись мы удачно Также стоит запастись термоносками Взять баф и две пары перчаток Флисовые под низ и непродуваемые теплые варежки наверх При катании на квадроциклах выручала именно куртка и перчатки Так как на скорости ветер, дующий в лицо, очень холодный И все, что продувается, тут же замерзает По одежде это, пожалуй, все Кое-что еще можно сказать по нашему маршруту Катались мы по самому Байкалу А позже свернули в русло реки Сармы По которому ехали до самого Сарминского ущелья Долина реки является местом происхождения Самого сильного байкальского ветра Носящего одно имя с рекой Сарма Долина реки Сарминского ущелья Добрались до смотровой площадки Отсюда открывается очень широкий, красивый вид Но, похоже, синего льда мы не увидим Как вы видите, весь лед замело Недавно был снегопад Но что есть, то есть Но я все-таки надеюсь, что ближе к концу Мы хотя бы где-нибудь встретим Такой лед, как все видели Байкальский фотощик Монсте Байкальский фотощик Монсте Байкальский фотощик Монсте Вернулись в Сахюрту Я надеюсь, я правильно произношу это название Забрали вещи И сейчас готовимся отправляться уже в Хужир Где будут наши оставшиеся три ночевки Что сказать про квадроциклы Мне понравилось, реально Это было очень прикольно На некоторых подъемах Это было достаточно драйвово Мне, как человеку, который Еще никогда не катался на квадриках Во всяком случае В таких условиях понравилось Самый интересный опыт Конечно, езда по льду Когда ты едешь А лед позади тебя проваливается Ощущаешь себя героем Каких-то платформеров Ну, когда, знаете, прыгаешь Прыгаешь на следующую платформу А предыдущая падает Вот здесь примерно то же самое Интересно, интересно Единственное, жалко Не было нигде момента, где был бы чистый лед Как я сказал Я уже начинаю думать, что мы его так и не увидим Но хочется верить, что я ошибаюсь Сейчас мы выдвинулись в поселок Хужир На острове Альхон Самом большом острове на Байкале После катания на квадроциклах Все уже немного подустали И в буханке хотелось спать Когда мы приехали в Хужир И разместились на ночевку Уже смеркалось Но мы не могли упустить шанса Проводить закат на, пожалуй, Самом знаковом месте Альхона В скале Шаманка Ну что, еще один день Сегодня мы выдвигаемся на остров Лагой И сейчас уже машины нас ждут Я бегу, но как обычно опаздываю Сегодня, как и было сказано Мы должны посмотреть Огой Но по дороге туда мы заехали Посмотреть на ледяные гроты На Байкале очень много таких гротов В течение всей нашей поездки Мы будем останавливаться в разных местах Чтобы посмотреть на некоторые из них Но большинство, конечно, в видос не попадет На Байкале есть определенный список достопримечательностей Которые турист должен посмотреть Но не всегда необходимо куда-то ехать Иногда можно просто пройтись вдоль скалистого берега Чтобы увидеть красивые ледяные гроты В которых можно сделать, возможно, даже самые эффектные фото в вашей поездке Остановились, чтобы посмотреть на сосульки Здесь их называют наплески Потому что Байкал при замерзании образует вот такие здоровые люстры из сосулек Выглядит на самом деле очень эпично Но я думаю, это не последняя наша остановка Чтобы насладиться ими После осмотра гротов Пора перемещаться к главной сегодняшней точке Острову Огой и мысу Дракон Который его венчает Остров имеет сильно вытянутую форму Около 3 километров в длину И до 600 метров в ширину На Огое нет населения Покрыт остров в основном травой, кустарником и мелкими приземистыми растениями Кое-где встречаются отдельные деревья Сначала мы обходили остров с северной стороны Снимая скалистый берег и заходя в ледяные пещеры После чего уже отправились на южный берег С которого поднялись на остров На Огое нет населения Нет построек кроме одной Буддийская ступа просветления Расположенная в самой высокой точке острова Строительство ступы существенно повысило поток туристов на острове Но кроме нее и деревьев, увешанных лентами На острове смотреть особо нечего Хотя от ступы и лежат дороги к краям острова По которым мы прогулялись Субтитры добавил DimaTorzok Я все-таки нашел тот чистый лед Про который я говорил в начале Вот он Я даже отковырял одну ледину Но, к сожалению, походить по такому не получается Потому что, как я говорил, все занесло И ходим мы по обычному снегу Но завтра мы поедем на Хабой И вот там вот, как говорят, есть возможность Найти настоящий такой синий лед Как в инстаграме Ну, я надеюсь Ну, посмотрим А пока довольствуемся вот этим На сегодня основная программа закончена Так что можно двигаться в хужир До заката еще есть время Поэтому можно покататься на коньках Но перед этим стоит посетить еще одно знаковое место Расположенное прямо рядом с хужиром Кладбище кораблей Субтитры сделал DimaTorzok Посмотрели кладбище кораблей Хотя я бы не сказал, что это прямо кладбище кораблей Скорее, арт-объект Но все равно довольно интересный Необычный Особенно в этом отдаленном месте Сегодня планируем еще залезть снова на Шамар Посмотреть закат Потому что вчера мы слишком поздно пришли Но до этого Решил я еще раз попробовать Кладбище кораблей И как сейчас мы спускаемся Тут даже есть небольшой почищенный каток Кататься можно либо на нем Либо можно отойти ближе к тропе По которой ездят пуханки И кататься там Потому что это самый чистый, самый открытый лед Там нет снега За счет того, что там постоянно катаются пуханки Он и остается открытым Многие катаются там, похоже, это поинтереснее Я же планирую сначала попробовать каток Потом, может быть, тоже пойду туда Субтитры сделал DimaTorzok Только что вышел с катка Мне очень понравилось Как я говорил, я небольшой фанат катания на коньках Но здесь мне понравилось Прям круто На самом деле я очень проникся коньками здесь Закат, Байкал Я единственный человек на катке В этом явно что-то есть Сегодня наш крайне активный день Мы едем на мыс Хабой Вечером, наверное, заглянем еще на каток Может быть, заглянем в пару гротов И завтра мы выдвинемся уже в Иркутск Вчера вечером получилась какая-то смутная концовка дня Там был еще ужин и потом баня И, собственно, я не успел все записать Поэтому пишу сегодня Сейчас мы уже собрались Расселись по буханкам И готовы двигаться У Хабоя мы увидели самые большие торосы за всю поездку Торосы – это нагромождение огромных обломков льда Которые образуются в результате сжатия ледяного покрова Мы встречали их раньше Но здесь они оказались самые масштабные Продолжение следует... Вот мы прибыли на Хабой Сегодня как-то по-особенному холодно Пишут, что минус 26 градусов Ощается как минус 31 Но ощущается действительно холодно Это самый холодный день за все наше пребывание здесь В первые дни нам очень везло С температурой было достаточно тепло По местным меркам Вчера было прохладно Хотя в хорошей одежде Ощущается нормально Но сегодня как-то Холоднее Мерзнет лицо 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 Когда мы ехали мимо очередных гротов, увидели лису. Конечно, нельзя было упускать такой шанс поснимать дикую природу и разнообразить видос. Лиса очень активно шла на контакт, поэтому собрала вокруг всех мимо проезжающих, кто бы отказался ее прикормить. Когда она наелась и ушла, пора было обедать и нам. На обед сегодня уха из байкальского омуля. Это местный эндемик, блюдо из которого предложат попробовать всем приезжающим. Только что пообедали, на обед была уха, было очень вкусно. Самое главное, было очень атмосферно, потому что это круто обедать в такой ледяной... Батареи в камере нещадно заканчиваются, что неудивительно, учитывая местную холодную погоду. Так что продолжу из-за кадра. Обед получился вкусным, хоть и довольно коротким. Есть приходится быстро, так как еда остывает на глазах. К тому же, нам уже пора двигаться в обратную сторону. Необходимо еще собрать вещи перед завтрашним отъездом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Подходит к концу наш заключительный день пребывания здесь. И я думаю, сейчас самое время сказать какое-то завершающее слово ко всему видосу и ко всей нашей поездке. Я хотел найти какое-то более подходящее место, но я не успел, поэтому сейчас я снимаю просто посреди Байкала, уже после заката. Но что есть, то есть. Итак, начать хочется с банального, что понравилось. Здесь все очень просто, мне понравилось все. Это была очень крутая, очень насыщенная поездка, было много активностей, мы посмотрели много разных мест, сделали очень крутые кадры. В общем, это было круто. Конечно, не обошлось без минусов. И основной минус – это лед. Точнее, его отсутствие. И, конечно, я говорю о том льду, который все вы видели в снимках Байкала в Инстаграме. Красивый, синий, с фактурными трещинами лед. Мы его так и не увидели, потому что, как я говорил, недавно был снегопад, и все занесло. Есть, конечно, небольшие пятачки, где можно поснимать, но это не совсем то, что хотелось бы. Но, возможно, будет поводом вернуться сюда еще раз. И о возвращении сюда. Не знаю, вернусь ли я сюда в ближайшие года, но есть, как минимум, одна интересная активность, которую я хотел бы попробовать, но не успел. А это подлёдный дайвинг. Мне кажется, во время погружения можно увидеть Байкал совсем с иной стороны. В том числе буквально. Сделать также много красивых шотов. Мне кажется, это очень интересно, поэтому, если кто-то планирует приехать сюда, обязательно подумайте об этом. Возможно, вам удастся это осуществить. Также хочется сказать, берите побольше тёплой одежды. Здесь бывает очень холодно и здесь бывает, самое главное, очень ветрено. Ваша одежда должна быть непродуваемая, тогда вы сможете вполне себе комфортно существовать здесь. Я был хорошо экипирован, но пару раз я всё-таки чутка отмораживал пальцы. Но, скажем так, это было из-за того, что я просто не хотел выпускать удачных кадров. В остальном, поездка была вполне комфортная. Мы жили на хороших турбазах и мне всё понравилось. На этом, пожалуй, всё. Обязательно подписывайтесь на канал, прожимайте кнопку лайка, пишите комментарии, делитесь видео с друзьями. И я с вами прощаюсь. Всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok